Вспомни. В старину дом строился так, чтобы даже внешне показать, что думали люди об устройстве Вселенной. Современные дома чаще всего построены по-другому. Это многоквартирные здания, где каждая семья занимает свое ограниченное пространство. Но и в старину, и сейчас люди понимают, как крепко их связывает друг с другом родной дом и то единственное место в громадном мире, где он стоит. Мы побываем в одном из микрорайонов Москвы, в Крылацком. Посмотрим, как живут его обитатели. Коротенькое слово «мир» вмещает в себя несколько значений. Одно из них — земной шар, земля. Миром мы зовем и население всего земного шара. А еще в старину миром называлось общество людей, которые живут вместе в одном селе, имеют общие для всех заботы и дела. Совместно, на мирской сходке, главы семьи обсуждали и решали вопросы, важные для всех, для каждой семьи. И в наше время мы выбираем в местные органы власти людей, которым поручаем решать важные для нас вопросы. Родной дом — уголок отчизны. Выходя за порог своего дома, каждый из нас ступает на отчую, родную землю. Это значит, что наша ответственность за красоту и порядок не ограничиваются стенами только нашего жилища. Если мы живем с соседями в многоквартирном доме, от нас зависит чистота нашей лестничной площадки и подъезда, нашего двора, нашей улицы. Но и соседняя улица тоже наша. Мы не позволим себе и другим бросать мусор на тротуар или в кусты, ломать деревья, рвать цветы на клумбах. Каждый из нас ответственен за уют и благоустройство нашего уголка отчизны. Центром общей жизни издавна была церковь. В старинном селе Крылацкое ее поставили на высоком и самом красивом месте. А теперь храм на холмах стал визитной карточкой современного городского микрорайона и украшением заповедного Москворецкого парка. Звучный колокольный благовест собирает верующих людей на службы. Особенно многолюдно здесь бывает в праздничные дни. Москворецкий парк дорог всем жителям Крылацкого. Много лет назад всех сблизила общая забота о двух родниках с хрустальной водой. Группа инициативных жителей приложила много усилий для благоустройства источников. И теперь это любимое место отдыха не только для жителей Крылацкого. Сюда приезжают из разных округов Москвы и даже из других городов. А еще сближают людей здесь, в парке, общие прогулки для сохранения здоровья. О животных в парке люди заботятся и зимой, и летом. Ребятишки подкармливают диких уток и белок. Недавно даже провели фестиваль кормушек для птиц и мелких животных. Но самое главное, что твои сверстники с родителями не просто развесили самые разные кормушки. Важно, что они не забывают регулярно приносить сюда корм. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Второй общественный центр микрорайона — Площадь защитников Неба. Здесь, рядом с памятником, в дни государственных праздников России, проходят встречи с ветеранами и народные гуляния. Но жители Крылацкого вместе отмечают праздники и во дворах своих домов, куда приглашают соседей, чтобы послушать концерты, участвовать в играх и аттракционах. Таким праздником рад и стар, и млад. Тот, кто любит спорт, может заниматься на дворовых и школьных спортивных площадках. Малыши очень любят собираться вместе на детских площадках, где их ожидают подходящие развлечения. А для чтения, совместных обсуждений любимых книг, для желающих рисовать и слушать музыку, местом встреч служит библиотека имени Анны Андреевны Ахматовой. В любом уголке отчизны только тогда настанет счастье, когда каждый из нас будет знать и соблюдать добрые правила совместной жизни. Когда каждый будет ценить третье значение слова «мир» — лад, порядок, гармония, согласие. Когда стремление помогать и поддерживать других в горе и в радости, станет потребностью и нормой для каждого человека. Перелистаем страницы чудесной книги о маленьком принце. Его родная планета была вся-то величиной с дом. Но малыш знал. Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Он посетил несколько планет. На каждой из них жили люди со своими причудами и характерами. Высоко оценил маленький принц работу фонарщика на его крошечной планете. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. Да, каждый человек ответственен за свой дом. Каждый из нас ответственен за мир. Каждый должен заботиться о своей розе. И помнить секрет лиса. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Субтитры создавал DimaTorzok